МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Контроль нон-стоп". Пройти диагностику или ехать на авось. В Беларуси вплотную возьмутся за автолюбители с непройденным техосмотром. Подробности новации уже буквально через минуту. Ну а главные итоги понедельника в прямом эфире подводят наши корреспонденты и я, Евгений Шилов. Смотрите сейчас. За ним долго гонялись и все-таки поймали. Ему настойчиво стучали, но он не открывал. Подробности о резонансной погоне знает Аванес Степанян. Голос на расстоянии в Бобруйске состоялись выборы президента Российской Федерации с избирательного участка Елены Кутузова. Шенгенская виза для беларусов может стать значительно дешевле. Король Джулиан, полоскун Даши и зеленая мартышка Коля в Бобруйске заработала уникальная выставка. С обезьянами познакомилась Ангелина Дикун. 24 на 7. В стране планируют организовать непрерывный режим работы камер фотофиксации. Основная цель – контроль уплаты страховых взносов и ловля нарушителей с непройденным ТО. Сейчас радары реагируют лишь на превышение скорости, но для работы камер нон-стоп потребуются минимальные настройки. Письма счастья за непройденный техосмотр владельцы машин получат по почте. Штраф при этом фиксированный – 49 рублей. Протокол об административном правонарушении составлять не будут. Пока это лишь проект указа, и когда именно он вступит в силу, еще неизвестно. Между тем, отсутствие ТО, уверяют в ГАИ, настоящая проблема. По статистике, каждый второй автомобиль в стране ездит без соответствующей отметки. В Бобруйске в прошлом году было выявлено почти 400 таких нарушителей. За три месяца нынешнего уже без малого 300. В последнее время все больше автомобилистов отказываются от прохождения гостехосмотра. Самый частый аргумент – дорожный налог платить накладнее, чем штраф. В то же время многие, видимо, забывают – машина – потенциальная угроза. По статистике, у более чем половины транспортных средств, которые не смогли пройти техосмотр с первого раза, проблемы с тормозами. Политические старожилы и новички, либералы и коммунисты. В минувшее воскресенье завершилась крупнейшая гонка последних лет – выборы президента России. Отдать свой голос граждане соседней страны, оказавшиеся в день «Х» в Бобруйске, могли и в городе. Компания, напомню, официально стартовала еще 18 декабря прошлого года. Из 70 потенциальных кандидатов до финальной баталии дошли лишь 8. В течение трех месяцев претенденты на пост президента РФ выступали в СМИ, озвучивая программы и вовсю дебатировали. Как политическая гонка прошла в Бобруйске и какой отклик нашла у граждан России? Елена Кутузова весь день дежурила на участке для голосования. Более 100 миллионов избирателей и порядка 97 тысяч участков для голосования зарегистрировал Центр избирком в России и за ее пределами. В день выборов президента, 18 марта, социальные сети пестрили постами, а новостные ленты фотографиями и видео, где свой гражданский долг выполнили медийные личности, спортсмены и сами кандидаты. Для находящихся за границей были организованы 400 участков в 145 странах мира. На территории Беларуси они развернулись в 13 городах. Это на 4 больше, чем на выборах 2012 года. В Бобруйске избирательный участок был образован в областном театре имени Дунина Марцинкевича. Выборы президента Российской Федерации – важные события не только для Беларуси, но и, кажется, для всего мира. В Бобруйске на избирательном участке 8049 голосование вызвало настоящий ажиотаж. В составе избиркома сотрудники посольства России в Республике Беларусь. Комфортные условия голосования – кабины с триколором и прозрачные урны для бюллетеней. Пожалуй, единственный недостаток – это именно очередь. Но ни одного из избирателей она не смущает. Люди приходят, активно голосуют. Нам это очень приятно, потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы все российские граждане, которые проживают на территории Республики Беларуси, кто хотел бы выразить свою волю и заявление, могли это сделать в максимально комфортной форме. В прошлом военный Сергей Журавлев с супругой Людмилой за годы службы объездили, кажется, всю Россию. Хоть уже 10 лет живут в Бобруйске, выборы президента РФ считают важным событием. А поставить галочку фамилии кандидата своим долгом. Несмотря на то, что мы здесь живем, все равно мы остаемся россиянами, и нам не безразлично, кто будет руководить страной. Пенсионерка Екатерина Зуева из Обнинска Калужской области приехала на отдых в санаторий имени Ленина. Все процедуры и отдых женщина на время отложила. Как истинная патриотка пришла отдать свой голос. Каждый голос важный нашего гражданина России. К важному политическому событию подключились, кажется, все граждане Российской Федерации. Начиная от самых маленьких до старшего поколения, и те, и другие патриотично держали в руках ленты и флажки с триколором. Я так считаю, что Белоруссия и Россия – это единое государство, потому что никаких различий не должно быть, потому что славяне. Надо голосовать за нужных людей, чтобы страна процветала и все было хорошо у них. Сам процесс интересен, но и считаю, что это важно для нашей, как говорится, совместной дружбы российско-белорусской. После напряженного дня голосования участковой избирательной комиссии вскрыли урны и подсчитали голоса. В Бобруйске среди 1200 избирателей свыше 900 человек проголосовали за Владимира Путина. Вновь избранный президент России заработал рекордные 67% голосов. На втором месте Павел Грудинин с 11%. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский. Четвертой в политической гонке стала Ксения Собчак. Владимир Путин будет править страной ближайшие 6 лет, а инаугурация состоится на 30-й день после официального оглашения итогов. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. К другим темам. Не пропустил пешехода, превысил скорость, проехал под запрещающий знак. В госавтоинспекции ежедневно выявляют десятки нарушителей. Попадаются среди них и, так сказать, ударники, которые одним махом приступают через все мыслимые правила дорожного движения. Такого лихача поймали и сотрудники районного ГАИ с подробностями погони Аванес Степанян. У него было почти 2 промилле алкоголя в крови, но этого оказалось мало. Пьяный водитель поехал за добавкой спиртного. В магазине деревни Плесы мужчина основательно закупился и отправился дальше в свой нетрезвый вояж. Вдительный продавец магазина позвонила Бобруйске РУВД и сообщила о пьяном визитере, который поехал в сторону Жлобина. Инспектор Михаил Герасимов незамедлительно отправился на задержание. Выбыв на место происшествия, Герасимов Михаил обнаружил вышеуказанный автомобиль, подал сигнал об остановке транспортного средства путем включения маячков красного и синего цвета. Однако водитель данное требование проигнорировал и попытался скрыться. Во время погони нарушитель заехал в деревню Полянки, где колеса его восьмерки увязли в снегу. Но, как оказалось, нетрезвый лихач не намеревался сдаваться и до последнего держал оборону. Водитель после остановки транспортного средства заблокировался в салоне автомобиля, не открывал двери. В отношении последнего были применены специальные средства. Как позже оказалось, водитель приехал из Будокошелевского района Гомельской области и даже не понимал, что находится в другом регионе. Ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль у него при себе не оказалось. На вопрос сотрудников ГАИ о мотивах своего путешествия пояснил коротко. Бес попутал. Теперь на Рашутили грозит серьезный штраф и лишение прав. Аванас Степанян, Дмитрий Шевцов, Бобрусь, 360. Минимальный порог баллов централизованного тестирования 2018. Когда ждать детское Евровидение и сколько будет стоить Шенген? Евросоюз вплотную обсуждает визовый вопрос с Белоруссией. Далее обзор самых заметных заголовков в городе и стране. Евросоюз продолжает переговоры с Белоруссией по визовому вопросу. Уже известно, речь идет об упрощении режима. Если стороны договорятся, консульский сбор для граждан Республики будет равен 35 евро. Между тем, на прошлой неделе в ЕГЭК заявили об идее повышения размера пошлины при получении шенгенской визы 60 до 80 евро. Впрочем, даже если Минск в ближайшее время не подпишет соглашение с Брюсселем, не факт, что стоимость сбора поднимется. Предложения еще будут обсуждаться в Европейском парламенте и Совете. Стал известен минимальный порог баллов на централизованном тестировании 2018. Так, по русскому и белорусскому языкам, неудовлетворительными будут считаться результаты от 0 до 9. Что касается первого предмета профильного испытания по математике, физике, химии или биологии, здесь минимальная отметка будет равна 20. Обществоведение, география и инъяс – 25. Тем же, кто собирается поступать в ВУЗы, в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, будет необходимо набрать не менее 7 баллов. Детское Евровидение 2018 пройдет 25 ноября. Об этом сегодня сообщили в Европейском вещательном союзе. Площадкой для конкурса станет Минска-арена. Здесь же проходило шоу в 2010-м. Уже представлен и логотип – стилизованная белая звезда. Слоганом же песенного фестиваля будет «Light Up», что в переводе означает «Зажигай». Церемония открытия шоу пройдет в выставочном центре «Белая экспо». Там же постелят и красную дорожку для юных звезд. В детском Евровидении, напомню, могут участвовать исполнители до 15 лет. Белорусские артисты побеждали уже дважды. В 2005-м первое место взяла Ксения Сидник, в 2007-м выиграл Алексей Жигалкович. Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Обезьяны, лемуры, дикобразы, питоны и шиншиллы. В город приехал передвижной контактный зоопарк. Какими представителями пополнилась, хоть и ненадолго, бобруйская фауна и кто из них самый грозный, одно из первых на экзотику посмотрела Ангелина Дикун. Объятия, покусывания и максимум внимания к каждому. Кики – любимец публики. Представитель самого смышленого рода обезьян не снимается в фильмах, как его собратья. А уже много лет радует посетителей уникальной выставки. Она прелесть. Красавица. Рядом с Кики увлечена полосканием енот Даша. В нескольких метрах нежится в ласках детей и взрослых дикобраз. А на плечи посетителей то и дело вскарабкивается общительная Анфиса. Она – одна из представительниц самых маленьких обезьян в мире. Всего в уникальном зоопарке несколько десятков животных. Это белоносая мартышка Маша. Она очень любит детей. Посетители любят, когда ее гладят. Любит ласково. Гамадрилы, носуха, шиншилы, попугаи, питоны, игуаны и даже крокодил. На выставке можно не просто подержать на руках, погладить, сфотографировать и даже покормить экзотов. Нередко животные и сами подходят, чтобы пообщаться. И моментально влюбляют в себя. Посетители зоопарка в восторге. Анфиса, да, интересная. Идет на руки, видите. Здесь, конечно, очень интересно, потому что здесь экзотические животные, которых ей сама, в принципе, редко никогда видела. Мы под большим впечатлением. От попугайчиков под впечатлением. Обезьяны нам понравились. Наш сын тоже очень в восторге. Честно, ну, класс. Еще одна изюминка зоопарка – кошачий мадагаскарский лемур. Или, как его тут называют, король-джуниор. Правда, пока он без короны, но с высокими требованиями обращения к его величеству. Он не любит, что его чесали по пузочке, только спинку, чтобы его только гладили. А так, самый спокойный такой, если у нас фотографируется. Познакомиться с экзотическими животными и оставить на память снимки с уникальной выставки сегодня может каждый. Передвижной контактный зоопарк будет работать до 8 апреля без перерыва и выходных. С 11 до 20.00 по адресу Социалистическая 100. Выставочный зал. Цена билета для детей – 5, для взрослых – 7 рублей. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Бобруйск-360. Ну а таким уходящий понедельник увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Евгений Шилов. Больше новостей на нашем канале в Ютьюбе и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Счастливо.